Сегодня мы уже очень много говорили про разные популяции лейкоцитов в перифической крови у больных с различными онкологическими заболеваниями. Говорили про регуляторные клетки, про тстоксические Т-лимфоциты. И поэтому мой доклад сейчас будет посвящен нескольку миру уже разных популяций Т-хелперов. Собственно, на этом слайде вы видите название доклада и авторский коллектив, которым были выполнены эти исследования. Они производились на базе института онкологии, института института медицины от Санкт-Петербурга. И, собственно, люди, которые приняли непосредственно участие в реализации этого небольшого проекта. Если мы с вами говорим про хелперы, то сразу же мы говорим про множество разных популяций. Исходно, в годы 80-е все было довольно-таки просто и красиво. Были хелперы первого типа, хелперы второго типа. Это всех устраивало. Но с появлением кроспорточной цитометрии, особенно в ее многоцветном исполнении, появляются регуляторные Т-лимфоциты, дальше хелперы 17-е, фолликулярные хелперы 9-е, 22-е и так далее. То есть реально исходно простой мир этих хелперов был разбит на огромные эти группы. И, собственно, роль каждой из этих популяций, в первую очередь, конечно же, в канцерогенезе, она принципиально различна. Собственно, более-менее сходятся все на том, что хелперы первого типа способны огорничивать рост и прогрессирование опухоли, в то время как остальные популяции клеток хелперы, вторые, 17-е, не представленные, и также фолликулярные хелперы, они были таким двояким эффектом. С одной стороны, их эффекты могут быть досмотрены как положительные, с другой стороны, как негативные с точки зрения прогрессирования заболевания. Собственно, как мы эти хелперы различаем друг от друга? На самом деле, огромное число разных подходов, связанных как с профилем синтезируемых химицитокинов, дальше различные транскрипционные факторы, химокиновые рецепторы, и, собственно, именно на настоянии химокиновых рецепторов вот этот подход мы использовали в рамках нашего исследования, когда решили задаться вопросом о том, как изменяются разные пуляции хелперов в периферической крови у больных с меланомной кожей. Собственно, панель антител, которую мы использовали в рамках этого исследования, CD34, главный маркер для выявления хелперов, дальше CD45RI, CD62L, маркеры, позволяющие нам уже эти хелперы разбить на отдельные группы, то есть наивные клетки, которые еще не поляризованы, то есть не являются каким-то прилившимися будущими пуляциями хелперов, а также разные пуляции клеток памяти. И, собственно, четыре химокиновых рецептора, на основании которых в настоящее время принято вот эти пуляции хелперов разбивать на отдельные по типу. Наша, как раз, тактика гейтирования, как мы выявляли эти клетки для последующего анализа. И, собственно, первый шаг, конечно же, это определиться, кого мы хотим смотреть, какую именно пуляцию хелперов мы можем анализировать. В настоящее время принято общую пуляцию этих хелперов разбивать на наивные клетки, то есть еще, которые только что вышли из тимуса и прошли только лишь антиген, независимую дифференцировку. То есть реально общий пул хелперов, так называемых, нулевых. Дальше клетки центральной памяти. Это как раз долговременная эмологическая память. Они уже поляризованы, то есть они уже один раз антиген встречали и способны при повторном контакте проявлять функции либо хелперов первых, вторых, семнадцатых, в зависимости от того, как произошло. Но эти клетки не покидают кровоток. То есть они мигрюруют лимфоузла к лимфоузлу с целью дальнейшего контакта с антигеном, чтобы вступать в пул эффекторов. Вот как раз именно клетки эффекторной памяти, то есть те самые, которые способны кровоток опокидать и, собственно, инфильтрировать опухолевую ткань, они как раз у нас будут находиться именно в этой группе. Реально в рамках нашего исследования мы анализировали практически все группы этих хелперов. И, собственно, если говорить про общую пуляцию, то можно сказать, что единственное отличие между группой больных с меланомой и условно-здоровыми донорами заключалось в том, что действительно у пациентов с меланомой несколько повышен вот этот красный пул клеток эффекторной памяти, то есть тех, которые способны покидать кровоток, эмигрировать уже на периферию, например, вместо опухолевого роста. Дальше хелперы. Собственно, в рамках каждой из этих пуляций, что общего пула клеток памяти, что клеток центральный, что эффекторной памяти, мы анализировали вот примерно эти вот подтипы наших хелперов в зависимости от той или иной комбинации химокиновых рецепторов на их поверхности. Собственно, слайд ознакомительный, поэтому мы с вами сразу перейдем к тому, что у нас уже получилось. Собственно, первый самый этап, с чего всегда обычно мы начинаем, самые классические хелперы первого типа. Собственно, как раз те самые клетки, которые способны активировать в макрофаге, стимулировать их функцию непосредственно в очаге воспаления и в том числе ограничивать опухолевый рост, уничтожая как раз именно опухолевые клетки. Собственно, как раз именно этот пол клеток у пациентов с меланомой периферической крови был несколько снижен на контроле в рамках общего пула клеток памяти. Собственно, следующий этап – хелперы второго типа. Без них тоже никуда, потому что эти клетки тоже полифункциональны и крайне важны с точки зрения регуляции функций различных клеток, включая опять-таки макрофаги, непосредственно в месте развития воспалительной реакции. И, как ни странно, почему-то пул этих клеток действительно у пациентов с меланомой был несколько увеличен на группы контроля. Собственно, вот этот баланс хелперов первых и хелперов вторых является принципиально важным для иммунологии. И именно поэтому есть такое понятие, как соотношение хелперы первые и хелперы вторые. И реально на основании этого соотношения, этого, грубо говоря, индекса, можно судить о наличии баланса либо дисбаланса в работе этих пуляций клеток. И, собственно, анализируя этот показатель, мы пришли к тому, что соотношение хелперов первые и вторые у пациентов с меланомой резко снижены. Почему это важно? На самом деле ответ крайне простой. Это окрасивная тема о тех самых макрофаге, регуляции и функции непосредственно в очаге роста опухоли. Если у нас много хелперов первого типа, то обычно они активируют макрофаги по классической схеме. И, собственно, эти макрофаги подают очень выраженным противоопухолевым эффектом, в том числе связаны, в первую очередь, с запуском хронического воспаления и уничтожением очага развития опухоли. С другой стороны, если у нас доминируют хелперы вторые, собственно, интернетин-4, главный их цитокин, именно этот цитокин превращает макрофаги в очаге воспаления, так называемые, в М2 или альтернативно активированные. И реальная функция этих макрофагов больше связана с противовоспалительными эффектами, то есть ограничение воспаления, ограничение функции опухолеспецифических клеток и, собственно, запуск репараций или генераций ткани, то есть ангиогенез. И, по большому счету, как раз именно эти клетки сопровождают, именно активация в эту сторону приводит к прогрессии у отсутствующих опухолей. Собственно, поэтому функции хелперов первых и вторых при концерогенезе крайне важны, и анализ этого соотношения крайне интересен. Следующий интересный момент связан уже с хелперами 17-ми. Собственно, те самые клетки, которые у нас способны активировать слизистые оболочки, помним, да, меланома, она имеет отношение к развитию, в первую очередь, в барьерных тканях. Именно контроль барьерных тканей находится под регуляцией вот этих вот двух главных цитокинов хелперов 17-х. Собственно, что у нас получилось? Принципы хелперов 17-ми обладают как противоопухолевыми эффектами. И, собственно, их цитокины, с одной стороны, активируют нитрофилы, натуральные киллеры, токсические т-лимфоциты. С другой стороны, красиво, это вот интерликент-17, GMK-SF являются важными факторами для ангиогенеза, для более эффективной инфильтрации опухолей при помощи уже прорастающих в нее сосудов. Собственно, мы проанализировали эти клетки в рамках общего пула клеток памяти. Одинственно, они оказались несколько повышены у больных с меланомой кожи. Но, опять-таки, в рамках центральной и эффекторной памяти эти цифры принципиально не различаются. Вместе с тем, эти клетки являются крайне гетерогенными. В настоящее время выделяют о четыре главных, о популяции хелперов 17-х. И, собственно, мы их можем тоже отследить, используя комбинации химакиновых рецепторов. Собственно, классические хелперы 17-х дважды негативные, дважды позитивные. И, собственно, самые, это называется, апатогенные с точки зрения развития алтоиммунных заболеваний. И, собственно, тоже часть опухолевого роста – это хелперы 17-х и 1-х. То есть они способны активировать, а не только нейтрофилы и слизистые оболочки, но и продукции интерферона гамма, еще и тканевые макрофаги. Собственно, они как раз нам важны с точки зрения разрушения именно опухолевых клеток. И что получилось? Интересно оказалось то, что действительно именно эта опуляция, собственно, самых важных и самых интересных хелперов 17-х, у больных с меланомной кожей несколько снижена. С другой стороны, мы наблюдали некоторое повышение именно вот этих хелперов 17-х тропных к барьерным тканям, что, видимо, действительно связано уже с локализацией опухолевого роста. И, собственно, следующая, последняя популяция хелперов, про которую следует помнить, и которая действительно важна, потому что эти исследования ведутся крайне интенсивно в последние буквально 5-6 лет. Это фолликулярные хелперы. Долгое время в классических учебниках по иммунологиям мы с вами читали, что именно хелперы вторые за счет продукции интеллигена 4-го, 5-го, 13-го регулируют гуморальный иммунный ответ. В настоящее время оказалось это принципиально не так, потому что только лишь фолликулярный хелпер, имея вот этот хематиновый рецептор CXCR5, благодаря которому мы его выделяем, способен проникать в беззависимые зоны лимфатических узлов, так как хелперы вторые в эти места проникать не могут. И, собственно, фолликулярные хелперы, они чем важны? Они регулируют практически все аспекты жизнедеятельности Б-лимфоцита. От его активации, пролиферации, дифференцировки, выживание в рамках баглеточных фолликулов и, собственно, переключение класса синтезируемых антител и, собственно, синтез вот этих вот антител, включая противоопухолевые антила. Именно из-за этого эти клетки нам крайне важны и крайне интересны. Однако эта ампуляция тоже является крайне гетерогенной. В настоящее время, вот в 2011 году была, пожалуй, первая работа, порядка 4000 ссылок на нее можно уже найти в скопусе, когда впервые вот эти фолликулярные хелперы были разбиты на три принципиально важные группы. Собственно, по аналогии с уже классическими известными нам ампуляциями, они получили название фолликулярных хелперы первого типа, второго типа и, собственно, семнадцатый. Собственно, цитокины, которые синтезируются каждым типом этих клеток, имеют принципиально важные эффекты. Например, интерферон гамма с синтезируемым хелперами первого типа, он имеет очень хорошее свойство ограничивать гуморальный ответ. То есть это гибель наивных клеток, Б-лимфоцитов при активации, индукция в них апоптоза. Тогда как остальные две ампуляции в настоящее время считаются провоспалительными, то есть они способствуют продвижению клетки по циклу ее дальнейшей дегеренсировки, переключению класса синтезируемых антител и так далее. То есть как раз благодаря именно этим двум клеткам у нас появляются антитела классов, отличных от иммуноглобулина М. Собственно, и как раз именно в этой первой работе было принято вот такие вот интересные весы. То есть, с одной стороны, если мы соблюдаем баланс между этими ампуляциями клеток, у нас нет неконтрольного развития гуморального ответа. Ежели баланс смещается в сторону как раз именно вот тех хелперов вторых, хелперов семнадцатых, то мы имеем дело с проявлением, с проявлением аутоантитела и развитием уже аутоагрессии. В настоящее время как раз эти работы очень активно ведутся как раз на больных с различными опухолевыми заболеваниями. Собственно, что мы сделали? Наша как раз тактика дегетирования. Мы как раз брали пуляцию хелперов, дальше клетки центральной памяти, потому что как раз нам нужны именно те клетки, которые проникают в лимфоидную ткань. Б-клеточные фолликулы, они локализованы только лишь в лимфатических узлах и первых бляшках нашего организма. Дальше брали секции Р5-позитивные клетки, собственно, главный маркер для проникновения в зоны Б-клеток, и били их на четыре разные группы. Собственно, хелперы фолликулярные семнадцатые, фолликулярные вторые, фолликулярные первые. И в прошлом году описана и детально характеризована пуляция вот такого интересного фенотипа, который еще называется дважды позитивные фолликулярные хелперы семнадцатых. Анализируя эти клетки, мы действительно увидели такую очень интересную вещь. Связано опять-таки с тем, что уже было на предыдущих слайдах. Уменьшение уровня фолликулярных хелперов первого типа, то есть тех самых главных регуляторов, те, которые способны говорить о гуморальный ответ, за счет роста фолликулярных хелперов семнадцатых, тех, кто стимулирует развитие клеток, синтез аминоглобулина А, переключение на него ИГГ и ИГМ. Собственно, опять эти вот ОВИСы связаны в первую очередь с недостатком интерферон-гамма-продуцирующих клеток. Собственно, действительно, пожалуй, видим, это первая работа, потому что литературных данных по меланоме, я, к сожалению, пока, чтобы сопоставить наши результаты литературными, просто найти не смог. И, наконец, если мы суммируем то, что касается разных стопуляций хелперов, полученных в армах нашей работы. На самом деле, снижение хелперов первого типа, увеличение хелперов вторых, то есть интерферон-гамма, возможно, роль сполилизации макрофагов в бачке воспаления. Дальше хелперы семнадцатые. Реальное, опять-таки, снижение интерферон-гамма-продуцирующей опуляции, но, опять-таки, рост клеток, способных к инфильтрации уже барьерных тканей нашего организма, включая кожу, слизистые оболочки, различные локализации и так далее. И, наконец, регулятор гуморального ответа. Роль антител в противопухолевом ответе до сих пор крайне актуальна, является особой темой для исследований. Что мы увидели? Мы действительно увидели нарушение баланса между опуляциями, то есть видим какую-то реакцию со стороны фолликулярных хелперов, и, следовательно, гуморального звена адаптивного иммунитета. Причем реакция очень своеобразная. Снижение уровня, опять-таки, интерферон-гамма-продуцирующих клеток и увеличение окрасивных функций речного рода провоспалительных популяций, переключающих гуморальный ответ на какой-то русло, которое пока, к сожалению, на уровне наших представлений нам остается абсолютно непонятным. И, собственно, последняя такая очень интересная картинка, к вопросу о том, что я говорил, и насколько разные опуляции хелперов либо стабильны, либо нестабильны. На самом деле, что мы знаем в настоящее время? Мы знаем, что у нас есть наивный хелпер, выжидший из тимуса. А дальше начинается самое страшное и ужасное для всех иммунологов. Потому что в зависимости от микроокружения, в которое попадает клетка, что в лимфоидные ткани, что в периферических тканях, не говоря уже про очаг воспаления, либо место опухолевого роста, в зависимости от тех цитокинов, с которыми сталкивается наш хелпер, он может приобретать абсолютно разные фенотипы. Переходить из одной опуляции в другую, при этом меняя профиль синтезируемых цитокинов. И как раз именно если мы сможем разобраться в этой сетке, в этих сложных взаимодействиях, возможно, как раз именно мы сможем понять, как мы можем регулировать функцию хелпера непосредственно в том месте, где он должен работать. И, собственно, на этом спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, то с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо.